Девушки отдыхают 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 слово. Тут же его записали. А то вдруг забудете, пока набираете короткий номер 0948. А так посмотрели на листочек, оно у вас записано, озвучили мне в прямом эфире и стали моим победителем, моим первым победителем данного интеллектуального шоу. Потому что помимо вознаграждения вы еще и в подарок получаете статус первого победителя данного интеллектуального шоу. Думайте, действуйте. Перед вами целых четыре гласных буквы. Четыре гласных. Это большое количество. Соответственно, можно составить как минимум четыре слога. Возможно, ваше слово будет коротким и состоять из двух слогов. Для меня абсолютно не имеет значения длина вашего слова. Самое важное, чтобы вы как можно быстрее оказались в прямом эфире. Потому что только так вы сможете узнать наверняка, является ли данное слово, которое вы составили победным. Или вам нужно еще домыслить, еще подумать, еще пофилософствовать. Проверяйте любые ваши варианты. Не бойтесь ошибиться. Количество ваших появлений никем и ничем не ограничено. Уж я вас наверняка точно не ограничиваю в появлении в прямом эфире. Я всегда рада слышать именно вас. Так позвольте же себе стать богаче здесь и сейчас, в данную секунду времени. Возможно, вы захотите составить слово, состоящее из трех слогов. Возможно, из двух. Возможно, из одного слога. Обратите внимание, что в данном буквенном наборе имеются две одинаковые буквы. Но это не значит, что остальные буквы вы точно так же можете по своему внутреннему желанию, по своим внутренним потребностям взять и умножить. Нет. Вы их ни в коем случае не должны умножать, не должны добавлять других букв. Даже если вам кажется, что здесь чего-то не хватает, здесь все хватает. Данного количества букв вполне достаточно, чтобы составить победный вариант. Самое главное – пытаться. От вашей попытки зависит возможность стать богаче. Я вас слушаю. Расскажите, что вы составили. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Кажется, тут у вас елка. Елка. Угу. Действительно, можно составить. Замечательное новогоднее слово. Но, к сожалению, ваша версия не является победной. Вы не расстраивайтесь. Вы, так сказать, не переживайте. Вы просто попробуйте еще раз. Вы молодец, что вы оказались в прямом эфире. Вы убедились в том, что вы действуете в неправильном направлении. А сейчас вы перенаправите свой мысленный поток туда, куда нужно и составите, я уверена, уже победную версию. И мгновенно ворветесь в пространство прямого эфира, чтобы порадовать меня своим победным вариантом. Какое слово вам удалось здесь составить? Лично вам. Озвучьте мне его в прямом эфире. 0-9-48. Четыре цифры. Четыре цифры на мобильном телефоне и вы станете моим победителем. Если, конечно, ваш вариант окажется победным. Но, а как вы узнаете, является ваше слово победным или нет? Да никак. Только при условии, что озвучите мне его в прямом эфире. По-другому, к сожалению, невозможно. Я же не смогу прочитать ваших мыслей. И мне кажется, зачем тратить на это время, когда вы знаете алгоритм действий, вы знаете, как сюда попасть. И вас вообще никто и ничто не должны останавливать. Вы уже давным-давно должны здесь оказаться и уже рассказать мне свою версию. Какое слово вам удалось составить? Сколько в нем гласных? Сколько в нем согласных? Расскажите, что за слово? Почему именно это слово? Может быть, оно вызывает у вас какие-то приятные ассоциации? В общем-то, нам есть о чем поговорить. Осталось только вам оказаться в прямом эфире. 0948 я жду именно вас. И надеюсь, что вы ждать не будете и мгновенно здесь окажетесь. Тем более, что мы находимся в удивительное время. Сейчас новогодние каникулы, новогодние праздники. Сегодня Рождество. Я от души всех поздравляю с этим замечательным, добрым, светлым праздником. И желаю, чтобы в вашей жизни всегда присутствовали гармония, мир, покой и достаток. И вы отчасти можете сами привнести сегодня себе немного радости и счастья, заработав своим умом и своими способностями 7 тысяч рублей. Так сделайте же это в данную секунду времени. Позвольте себе стать богаче и преподнести кому-то из своих близких, друзей, родственников настоящий рождественский подарок. А возможно, вы просто себя любимого захотите порадовать и побаловать. Ну что ж, вы этого достойны, потому что ведь вы своим трудом, своим умом заработаете в прямом эфире. В эфире моего интеллектуального шоу «Удачный час» данное вознаграждение. Действуйте, все в ваших руках. Если у вас есть мобильный телефон, вас, ну, в общем-то, ничто не должно смущать. Вы уже должны как можно быстрее набрать короткий номер и оказаться здесь, в пространстве прямого эфира, чтобы рассказать мне, какое же именно вам удалось отыскать победное слово. «Составить», именно «составить». Обратите внимание, что здесь есть буквы гласные, буква «А» в данном случае, которая представлена два раза. Это сделано, возможно, не случайно, а, возможно, лишь случайно. Ну, в общем, тут никто вам наверняка точно сказать не может. Но то, что вы можете использовать две этих буквы, это факт. Я слушаю ваше слово, расскажите. Наверное, «шакал». «Шакал». Да, можно составить это слово. К сожалению, оно не является победным. Но вы молодец, вы проверили свой вариант в прямом эфире. Вот видите, вот видите, если бы вы оставались сторонним наблюдателем, вы так до последнего бы и думали, что ваш вариант является победным. А так у вас еще есть спора для того, чтобы успеть и составить слово, которое действительно приведет вас к победе. Я верю в вас. И я надеюсь на то, что где-то там по ту сторону экрана уже есть тот самый человек, который сумеет озвучить мне победный вариант. Вариант, который ему реально удалось составить. То есть победная версия меня интересует. Не любые слова, а именно победная, конкретная победная версия. Не добавляйте лишних букв, не удваивайте те буквы, которые имеются перед вами на экране. Их вполне достаточно для того, чтобы вы составили победный вариант. Если перед вами уже есть удвоенные буквы, ну что ж, вы можете использовать их в полном объеме. Самое важное, ничего не добавлять. Ограничивайте свой полет фантазии исключительно тем набором букв, которые я для вас предоставляю. Я это делаю не просто так. Я очень хочу, чтобы у меня появился мой победитель. Я настаиваю на том, чтобы им стали именно вы. Я в этом заинтересована. Ну так появитесь же здесь в прямом эфире и не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Потому что сегодняшний день, он самый лучший, он единственный, можно сказать. Нужно жить настоящим в данную секунду времени. Зарабатывать своим умом, своими способностями 7 тысяч рублей. Вот и все. Надеюсь, вы не заставите себя слишком долго ждать. Надеюсь, вы уже, так сказать, забрались в свои чертоги разума, уже там отыскали победный вариант, уже смикшировали данные буквы таким образом, чтобы у вас получилось реальное слово. И вам нужно его просто озвучить в прямом эфире. 0-9-48. Я жду вас. Не ждите никого и ничего. Действуйте, думайте, составляйте победный вариант. Меня интересует составленное слово. Вами составленное слово, которое приведет вас к победе. 0-9-48. Это 4 цифры, которые отделяют вас от победы. Чего вы ждете? Мне до сих пор непонятно. Для меня до сих пор является загадкой, почему вы здесь еще не появились. Ну, задание действительно достаточно простое. То есть я не могу сказать, что прошу от вас каких-то покорения каких-то сложнейших вершин. Нет. Вам не нужно ничего искать, вам не нужно ничего распутывать. Вам нужно просто составлять. Как часто вы меня одолеваете составленными словами в тех заданиях, когда не нужно это делать. А здесь я наоборот настаиваю на том, чтобы вы составляли, так сказать, отведите душу уже наконец, но составляете такое количество слов, чтобы в последующих заданиях, которые появятся, вам не приходилось этого делать. Поэтому здесь и сейчас, в данную секунду времени, вы должны уже появиться в прямом эфире и порадовать меня своим победным вариантом. Неужели вы до сих пор не составили ни одного слова из этих девяти букв? Да я не поверю в это. Но вы же пытаетесь. Вы молодцы. Посмотрите, уже прозвучали несколько интересных вариантов. Но пока не было победной версии, я буду находиться здесь до тех пор, пока вы не появитесь и не озвучите мне победный вариант. Действуйте вперед к победе. Вас вообще никто и ничто не должны останавливать. Почему вы еще до сих пор здесь не появились? В чем проблема? Чем вам еще помочь? Посмотрите, я вам четко озвучила условия задания. Данное вознаграждение в размере 7 тысяч рублей ждет моего первого победителя. Если вы думаете, что мы находимся в начале пути и вам нужно подождать какого-то подходящего варианта, так сказать, подходящего момента для того, чтобы оказаться здесь в прямом эфире, то это иллюзия. Не нужно ей следовать, не нужно ей поддаваться. Не надо ждать никакого подходящего момента. Ну, нет никаких подходящих моментов. Данная секунда времени, она максимально подходит для того, чтобы именно вы заработали своим умом и своим усердием, чтобы именно вы стали тем самым победителем, которого я жду не дождусь. Если вы надеетесь на то, что вы окажетесь в прямом эфире только лишь после того, как появится второе задание, напрасно. Мы пока не разберемся с данным заданием, мы двинуться вперед не сможем. Да и нет в этом никакого смысла. Ну, не нужно нам слишком спешить туда, где, извините, задание будет гораздо сложнее. Оно будет не менее денежное, но оно будет более сложное. Поэтому пока мы не выясним, какое же слово можно составить из данного набора букв, соответственно, мы никуда не отправимся. Будем находиться здесь. Я жду вас. Я хочу, чтобы у меня было как можно больше победителей. Поэтому, дорогие друзья, давайте мы с вами уже разберемся с данным заданием и сможем отправиться вперед. Но пока я слышу вас, вы в прямом эфире расскажите ваш вариант. Алло. Это слово вена. Вена. Это слово возможно составить, но, к сожалению, оно не является победным. Ну, вот опять, вот опять я надеялась на то, что у меня появится победитель, но пока его нет. Тому, кто составит и назовет мне победный вариант ответа, я готова вручить не 7, а 7,5 тысяч рублей. Я делаю шаг вам навстречу и увеличиваю сумму вашего вознаграждения на 500 рублей. Я очень надеюсь на то, что вы сделаете мне ответный шаг. И точно так же поторопитесь оказаться в прямом эфире, чтобы рассказать мне ваш победный вариант. Какое слово вам удалось здесь составить из данного набора букв? Что вы для этого предприняли? Сколько у вас получилось слогов в слове? Сколько вы использовали букв для этого? Действуйте, действуйте! И чем быстрее мы разберемся с данным заданием, тем быстрее мы сможем отправиться вперед. Но опять же таки я подчеркиваю, что не нужно ждать появления следующего задания, чтобы потом только оказываться в прямом эфире, потому что потом якобы будет более денежное. Да, безусловно, будет следующее задание более денежным, но поймите, что пока мы не справимся с этим, мы вперед не отправимся. Поэтому я и настаиваю на том, чтобы вы как-то мобилизовали свои силы, сосредоточились и уже составили слово из данного набора букв. Смикшируйте так, как вам удобно. Пожалуйста, можете переписать на листочек, в абсолютно любой последовательности данные буквы и можете мешать их так, как вы посчитаете нужным. Пробуйте. Попытки, ваши грамотные попытки обязательно в итоге приведут вас к тому, что вы станете моим победителем. Я почему-то в этом не сомневаюсь. У меня почему-то есть такое ощущение, что по ту сторону экрана уже есть тот самый человек, который сумел составить победную версию. И вполне вероятно, что его рука уже потянулась к мобильному телефону, чтобы набрать короткий номер 0948. То есть, мне надеюсь, осталось ждать не так долго. И вот-вот вы здесь окажетесь в пространстве прямого эфира, чтобы порадовать меня своим победным вариантом. Какое слово вам удалось составить? Удалось? Замечательно. Озвучьте мне его в прямом эфире. Я же не прошу от вас совершать каких-то, не знаю, там, нереальных подвигов. Не прошу выполнять физическую работу. Двигать мебель, строить дома, не знаю, там, штукатурить стены. Нет. Вы можете пребывать в состоянии релаксации, оставаться у себя на своем любимом кресле, кровати, диване. Так сказать, в таком, в полуприятной праздничной полудреме. Но при этом еще и умудриться заработать 7,5 тысяч рублей своим умом, если сумеете оказаться в прямом эфире. Я вас слушаю. Расскажите, что вы составили. Алло. Девушка, здравствуйте. Кашне у вас слово. Кашне. Замечательное слово, но, увы, не победный вариант. Подумайте еще. Подумайте еще, посоставляйте. Я вижу, вы уже просыпаетесь, уже просыпаетесь до конца. И озвучьте мне в прямом эфире ваш победный вариант. Какое слово скрывается в данном наборе букв? Определите его и поделитесь со мной в прямом эфире. Поверьте, вы об этом точно никогда не пожалеете. Ведь так приятно быть победителем. Тем более, что сегодня у меня еще не было ни одного победителя. В этот праздничный день, помимо вознаграждения, вы еще и получите в подарок статус первого победителя интеллектуального шоу. Так действуйте. Отдельствуйте и не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Сегодняшний день он, к сожалению, ну или к счастью, единственный в жизни. Потом будет другое 7 января, но это уже будет другое 7 января. Поэтому нужно успевать жить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время. Но не упускайте вы эту уникальную возможность стать богаче в прямом эфире моего интеллектуального шоу. Поэтому заработайте здесь и сейчас 7,5 тысяч рублей своим умом, своими способностями. Это достаточно просто, если следовать правилам моего задания. Если быть внимательным и если реально пытаться составлять слова. Конечно, если вы будете пребывать в праздничной эйфории и так и не рискнете оказаться в прямом эфире, то данное вознаграждение достанется кому-то другому. Но явно не вам. А зачем? Ведь именно для вас я его берегу. Я предназначу, я нахожусь здесь для того, чтобы именно вы стали богаче. Так станьте же им в пространстве прямого эфира, уже наконец окажитесь и заработайте 7,5 тысяч рублей. Где бы вы ни были, чем бы вы сейчас не занимались, я рекомендую отложить в сторону свои дела и заботы ненадолго. Я не прошу вас потратить весь день на то, чтобы составлять здесь слова. Нет. Я уверена, что вам достаточно нескольких мгновений для того, чтобы суметь соединить гласные и согласные буквы так, чтобы у вас в итоге получился какой-то вариант, какое-то слово, которое вы мне непременно озвучите в прямом эфире. Если я права, если действительно вам удалось составить вариант, если у вас уже есть в голове победная версия, расскажите мне о ней в прямом эфире. Я не смогу прочесть ваших мыслей в голове. Нет. Только если вы окажетесь здесь в пространстве прямого эфира и порадуете меня своим победным вариантом. Думайте, действуйте, совершите один единственный грамотный поступок. Наберите короткий номер 0948. Если вам кажется, что для того, чтобы оказаться здесь в прямом эфире, вам нужно обладать какими-то особыми качествами, нужно быть каким-то особенным человеком. Нет. Для меня абсолютно не имеет никакого значения, где вы живете. Это крупный город или это маленький городок, это поселок, не знаю, это село, это дом на окраине леса. Абсолютно не имеет никакого значения. Если вы видите меня перед собой на экране, значит, именно вы можете в любую секунду времени стать моим победителем. 0948. Именно вот эти четыре цифры отделяют вас от победы. Решитесь в данную секунду времени и заработайте своим умом и своими способностями данное вознаграждение. Не ждите никого и ничего. Просто действуйте, соберитесь. У вас обязательно все получится. Я верю, что где-то вот-вот там, по ту сторону экрана, уже есть тот человек, который сумел составить из данного набора букв победную версию. Так где же вы? О чем сейчас находятся ваши размышления? Вы должны размышлять над тем, каким образом соединить здесь гласные и согласные. Как сделать так, чтобы у вас получился победный вариант. Если у вас уже есть какая-то версия и вам не терпится, я уверена, оказаться в прямом эфире, действуйте. Набирайте короткий номер 0948 и оказывайте здесь в прямом эфире. Я жду здесь абсолютно любого человека. Мне не важно ваш возраст. Ну, естественно, вы должны достичь совершеннолетия, безусловно. Я имею в виду, что мне не важно, вы средних лет или преклонного возраста. Возможно, вы молоды, так сказать, душой и телом. Это тоже все допустимо. Не важно, мужчина, вы женщина, бабушка, дедушка. Не имеет никакого значения. Мне интересует ваш интеллект. Я слушаю вас. Какое слово составили вы? Слово «лавка». «Лавка». Хорошее слово, но, к сожалению, непобедная версия. Подумайте еще. Смотрите, у вас замечательное слово получилось из двух слогов. Вы использовали две буквы. Ну, подумайте, как-то вот пофилософствуйте, еще поразмышляйте. И, возможно, вы сумеете озвучить непобедный вариант. Прозвучало большое количество разнообразных слов. Я вижу, что вы пытаетесь. Вы молодцы. Поверьте, вы на правильном пути. И я уверена, что через некоторые мгновения здесь появится мой победитель, который в итоге озвучит победное слово. То, что здесь обязательно скрывается, и то, что вы обязательно сумеете правильно составить. Самое важное – не опускать рук и верить в то, что вы сможете. Даже если, оказавшись в прямом эфире, вы озвучили вариант, который не привел вас к победе. Ничего страшного, зато вы убедились в том, что данная версия не является победной. А то так бы и сидели на диване и рассуждали о том, что вы отыскали победную версию, и ждали бы какого-то особого подходящего момента. А сейчас у вас еще есть возможность, есть время составить другой вариант и вновь оказаться в прямом эфире. Потому что количество ваших появлений здесь никем и ничем не ограничено. Как только составили версию, вновь здесь оказывайтесь и снова со мной делитесь. Только я ведь могу сказать наверняка, является ли ваш вариант победным. Не кто-то другой. Если вы будете рассказывать экрану телевизора, я не услышу. Ну, услышит экран телевизора, ну, прекрасно. Он мне не передаст вашу версию. Поэтому вам нужно оказаться здесь в прямом эфире. И только при таких обстоятельствах, если мы выясним, что ваше составленное слово является победным, данное вознаграждение в размере 7500 рублей отправится к вам и достигнет, я уверена, цели. И вы уже, я надеюсь, по-другому будете оценивать свои, так сказать, силы. Потому что всегда приятно быть победителем. Поднимается самооценка, улучшается качество жизни, настроение повышается. Потом, это же приятное событие, о котором можно поделиться со своими друзьями, коллегами и знакомыми. Написать всему миру о том, что вы стали победителем. Так позвольте же себе здесь и сейчас, в данную секунду времени, своим умом заработать 7500 рублей. Мне кажется, это более чем достойное предложение. Зачем от него отказываться, мне непонятно. Почему вы до сих пор еще здесь не оказались? Я слушаю, что вы составили. Поделитесь со мной. Здравствуйте, девушка. Слово швея. Швея. Можно составить. Но, к сожалению, тоже не победный вариант. Вот видите, какое-то одно слово еще не прозвучало. Хотя прозвучало большое количество разнообразных слов. Но не было того самого. Я понимаю, что здесь 9 букв, и можно составлять очень много слов, очень много вариантов. Но я за этим здесь и нахожусь, чтобы выслушать каждую вашу версию и выяснить, какая из них окажется действительно победной. Какое-то другое слово должно здесь прозвучать. Не слово швея. Какое. Какое. Вы, я уверена, уже знаете вариант. Если он у вас действительно появился, не откладывайте ни секунды времени. Просто набирайте телефон прямого эфира. 0-9-48. Это не сложно. Это абсолютно реально, если у вас есть в руках мобильный телефон. Я не прошу от вас чего-то сверхъестественного. Вы можете пребывать в том месте, где вы сейчас находитесь. Самое важное – действовать. 0-9-48. Это четыре цифры, которые вас отделяют от победы. Лично вас. Пожалуйста, действуйте. Чего же вы ждете? Я вот жду вас. Я надеюсь уже, что мы разберемся с данными заданиями и сможем отправиться дальше. Мне как-то хочется верить и надеяться на то, что у меня сегодня будет много победителей. В конце концов, сегодня праздник. Так давайте же радовать себя. Я же тоже радуюсь, когда объявляю победителя в прямом эфире. Доставьте мне это удовольствие. Наберите короткий номер и расскажите победный вариант. 0-9-48. Жду вас. А вот вы, пожалуйста, никого и ничего не ждите. Просто вперед к победе. На всех порах. Что бы ни случилось, именно вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду с нетерпением. Надеюсь, что вы появитесь. Я слушаю. Пожалуйста, расскажите, что вы составили. Алло. Алло. Здравствуйте. А у вас тут слово «неваляшка». Вы абсолютно правы. Это победный вариант. Я вас поздравляю. Как вас зовут? София. Откуда вы, София? В город Электросталь. В город Электросталь отправляется 7,5 тысяч рублей. София молодец. Давайте я перехожу к следующему заданию, которое уже появилось у вас на экране. Перед вами буквенная елочка, которую вам необходимо распутать. И тому, кто распутает победный вариант, я с удовольствием готова предложить 8 тысяч рублей. 8 тысяч рублей сумеете вы заработать, если распутаете данную буквенную елочку, пирамидку. Но каким же образом вы будете ее распутывать? Вам необходимо внимание. Вот сейчас очень важно. Пожалуйста, меня послушайте, сосредоточьтесь. Отложите в сторону все ваши салаты, если они у вас рядом, напитки. И вглядитесь в экран телевизора. И вглядитесь в меня, так сказать. Итак, выберите, ваша задача определить, какая буква будет главной. Потому что именно она будет являться залогом вашей победы. Вот вы определили, что у вас главная буква, например, ну не знаю, там центральная, буква Р. И начинаете от нее двигаться. Но двигаться нужно строго по линиям. Никуда не перепрыгивая. То есть если вы отправились от буквы Р, потом к букве И, например. Потом пошли к букве К, а потом к букве Н. И у вас получилось какое-то слово. У меня, конечно же, слово не получилось. Но вы должны соблюдать вот этот принцип. Двигаться от буквы к букве так, чтобы у вас в итоге получилось читаемое слово от первой до последней буквы. Если вам удалось действительно в данной пирамиде отыскать читаемое слово, значит вы и есть мой победитель. Вам осталось только набрать короткий номер 0948 и поделиться со мной в прямом эфире вашей версии. Чего делать здесь ни в коем случае не следует. Не следует составлять слова. В первом задании у вас был прекрасный вариант. Для этого вы уже насоставлялись. Я думаю, в свое удовольствие сейчас вы будете действовать более благоразумно. Потому что, так сказать, вы отвели там душу. А здесь мы именно ищем. Слово уже имеется. Его не нужно составлять. Это бессмысленная трата вашего драгоценного времени. Цените время. Время бесценно. Поэтому самое важное следить за тем, чтобы вы действительно отыскали слово, двигаясь по линиям, по нашим, так сказать, направляющим. А это зависит от того, какую вы букву поставите во главе победной версии. От этого очень много зависит. Например, вы начали двигаться и вам кажется, что вы отыскали слово. Я слушаю. Пожалуйста, озвучьте ваш вариант. Алло. Алло. По-моему, слово «рево». Нет. Давайте посмотрим, каким образом вы его пытались составить. Да, вот вы выбрали первую букву и начали куда-то там скакать. Не нужно никуда перепрыгивать. Даже если вы единожды нарушите правила моего задания, вы уже гарантированно не станете победителем. Нет. Вы должны следовать от буквы к букве четко, никуда не перескакивая и не перепрыгивая. Держите себя в руках. Даже если вам хочется совершить прыжок, не делайте этого. Если вам удалось отыскать только часть слова, это значит, что вы работали не с той буквы. А возможно, с той, но повернули не туда, потому что вариантов движения здесь большое количество. Вот эти вот линии, направляющиеся, дороги. Они, видите, какие запутанные. Тут не все так просто. Не так просто справиться с данной запутанной историей. Но я уверена, что вы обязательно отыщите здесь слово, которое является победным. Вы сможете это сделать. Самое важное следить за тем, чтобы вы шли от буквы к букве. Я вас слушаю. Пожалуйста, ваш вариант. Алло. Мое слово «крем». Так. Крем. Угу. Где у нас буква «к», где буква «р», где буква «м». Все в абсолютно разных частях данной пирамиды. Вы вот насколько возможно настолько нарушили правила моего задания. Хотя, возможно, вы просто-напросто их не слышали, так как присоединились к нам не так давно. Еще раз обращаю ваше внимание. Будьте бдительны. Все-таки именно ищите слово, соблюдая, двигаясь по принципу, буквы к букве, по нашим линиям. Они здесь расположены не для красоты, не для того, чтобы поддерживать буквы, потому что они посыпаются с экрана. Нет. Они здесь расположены вам в помощь, чтобы вы понимали, что данные линии, данные дорожки, они специально для того, чтобы вы по ним двигались от буквы к букве. И таким образом вам удалось уже распутать здесь слово. Отыскать слово, которое скрывается в данной пирамидке. Напоминаю, что слово должно быть цельным от первой до последней буквы. Вот об этом вы должны думать. Если у вас все получилось, и вы действительно готовы мне озвучить победный результат, тогда вам просто осталось набрать номер телефона прямого эфира. 0-9-48. Именно вот эти четыре цифры отделяют вас от победы. Только они и никакие другие не позволят вам здесь оказаться. Я слушаю вас. Вы в прямом эфире рассказываете мне вашу версию. Алло. Я думаю, это анкер. Анкер. Где у нас буква А, где буква Н. Пускакали сразу. Опять же начали составлять слова. Неужели вы не составляли слов в первом задании? Но здесь же абсолютно другая цель. Я преследую здесь совершенно другую цель. И вы, соответственно, вместе со мной. Ведь мы движемся вместе по направлению к одной единственной цели. Наша задача распутать данную пирамидку так, чтобы в итоге вы сумели заработать своим умом 8 тысяч рублей. Если у вас не получается с какой-то одной буквой, возьмите какую-нибудь другую. Тому, кто распутает и назовет мне победный вариант ответа, я готова вручить не 8, а 9,5 тысяч рублей. Сразу же на полторы тысячи рублей я увеличила сумму вашего вознаграждения. Возросла ваша мотивация. И я надеюсь, что вы меня порадуете своим победным вариантом. И вот-вот в ближайшие секунды уже окажетесь в прямом эфире. И расскажете, какое слово вам удалось распутать в данной пирамидке. Именно распутать. Я настойчиво подчеркиваю, чтобы вы не составляли слова. Вы только вдумайтесь, что вы, например, тратите какие-то мгновения в своей жизни на то, чтобы составить здесь слово. Вот вы их потратили. Так вы лучше тоже количество времени потратите, но на поиски. Это будет более разумно, потому что это в большей степени приведет вас к победе. Если вы отыщете слово, которое читается от первой до последней буквы, значит, вы наверняка станете моим победителем и заработаете 9,5 тысяч рублей. Ну, конечно, если вы окажетесь в прямом эфире. Если вы будете скрывать от меня составленное, найденное вами слово, то никогда данное вознаграждение не достигнет, так сказать, вас. Оно останется здесь и дождется, видимо, кого-то другого, кто будет более благоразумен и кто поторопится оказаться в прямом эфире, чтобы рассказать мне победный вариант. 0, 9, 48. Четыре цифры, которые позволят вам ворваться в пространство прямого эфира и поделиться со мной найденным словом. Еще раз подчеркиваю, найденным. Самое важное, определите, с какой буквы вы начнете работать. Возможно, это буква, которая находится в верхней части пирамиды. Ну, например, буква К. Возможно, вам нравится какая-то одна из букв, которые расположены по краям. Может быть, вы хотели бы начать из центра. Может быть, с верхней части, с нижней части. Вариантов много. Самое главное – пробовать. Пробуйте, пытайтесь. У вас обязательно все получится. Вы станете моим победителем. Вы сможете. Действуйте. Но о чем вы сейчас думаете? Ваши мысли должны быть направлены. Ваш весь мысленный поток должен быть сосредоточен на том, чтобы распутать данную пирамидку и как можно скорее заработать 9,5 тысяч рублей. Это возможность, от которой не следует отказываться. Зачем? Тогда, как вы уже распутали слово, вам нужно просто здесь оказаться и забрать данное вознаграждение. Но не упустите этот шанс. Как говорится, нужно стремиться к тому, чтобы как можно скорее стать победителем. Потому что если вы станете моим победителем, например, вторым победителем в данном задании, вы сможете стать и третьим, и четвертым. Количество заданий не ограничено. Точно так же, как количество ваших появлений в прямом эфире. Удалось отыскать победную версию? Классно, замечательно. Поделитесь со мной вашим победным вариантом. Расскажите, что нашли. Я вас слушаю, какое слово вы распутали. Алло. Алло, слово «руина»? Нет, не «руина». Где у нас находится вот с самого начала? Я вам четко сказала, что мы должны двигаться по линиям. Вот вы «руин» нашли, а потом буква «Ан», где находится? Поскакали. Я понимаю, что вы поддались соблазну. Просто когда уже большая часть работы сделана, когда уже большая часть слова найдена, но не хочется же все бросать на полпути. И вы подумали, что приклеив последнюю букву, таким образом вы добьетесь победы. Нет, вы ее не добьетесь. Вы нарушили правила. Я напоминаю, что даже если вы единожды нарушите правила моего задания, вы уже гарантированно не станете победителем. Но невозможно. Чудес не бывает. Только за конкретный вариант победный, только за победный вариант я вручу вам данное вознаграждение. Меня интересует слово «найденное». Меня интересует сосредоточенный, эрудированный, талантливый победитель. Каким являетесь именно вы? И не нужно стесняться. Не нужно думать, ой, ну как же я озвучу в прямом эфире, ой, это же мой голос сейчас прозвучит по телевизору. И что в этом такого? Ну поверьте, ничего страшного нет. В конце концов, тут же вас никто не будет не ругать. Ну, в общем-то, здесь все комфортно. Здесь я нахожусь специально для того, чтобы создать вам максимально комфортное условие, чтобы вы заработали своим умом, своими способностями 9,5 тысяч рублей. Если вы знаете слово, которое скрывается в этой пирамидке, зачем ждать какого-то подходящего момента, чтобы мне его озвучить? Мне непонятно. Вы так прождете, кто-нибудь другой его озвучит. А потом будете кусать себе локти. Я слушаю, пожалуйста, какое слово вы распутали. Алло. Здравствуйте. Да. Слово «камин». «Камин». Давайте вместе посмотрим, где у нас буква «К», где буква «А». Да вы его не распутали, вы его составили. А зачем мне нужны составленные версии? За составленные версии 9,5 тысяч рублей вы никогда не получите. Не нужно этого делать. Вы тратите свое время, мое время. Ну, замечательно, вы оказались в пространстве прямого эфира. Я рада за вас. Но все-таки я надеюсь на то, что через некоторое время вы здесь появитесь опять. И уже с каким-то другим вариантом. С победным. Меня, конечно же, интересует прежде всего, чтобы вы стали моим победителем. Я надеюсь на то, что здесь появится победитель. Вот об этом все мои мысли, все мои чаяния. Я уже не знаю, как до вас донести, чтобы вам удалось справиться с данным заданием. Возможно, вас заинтересует в качестве победной буквы, не знаю, буква «К» или буква «И» или буква «Н», «Р», «У», «А», «М», «В», «И», «Е». Это тут такое количество букв, что, ну, просто более чем предостаточно. Обратите внимание, что все-таки 10 букв я предлагаю для вас. Но это не значит, что вы должны сейчас же составлять слова. Я слушаю ваш вариант, пожалуйста. Здравствуйте. Здесь может быть рука? Ру? Нет, не может. Вот смотрите, вы начали верно. Вот от буквы «Р» вы пошли к букве «У». А потом вы перескочили через букву «И» и оказались около буквы «К». А буква «А» находится в совершенно другой части пирамидки. Ну, зачем вы так делаете? Опрометчиво поступаете. Мне просто катастрофически жаль вашего времени. Мне очень жаль, что вы все-таки не делаете более, ну, как бы поступаете неграмотно. Ну, давайте как-то уже соберемся. Ну, я надеюсь на то, что вы будете разумным человеком. Но есть же по ту сторону экрана уже победитель. Я в этом уверена. Я не верю, что до сих пор никто не может распутать данную пирамидку. Да, непростое задание, сложное. Конечно, среди этих 10 букв определить победную букву и начинать от нее двигаться тяжело. Назовите мне победный вариант ответа и заработайте в прямом эфире моего шоу уже 10 тысяч рублей. Я увеличила сумму вашего вознаграждения. И я надеюсь на ваши ответные шаги. Я надеюсь на то, что в ближайшие секунды здесь появится мой второй победитель. Берите пример. В конце концов, у меня сегодня уже был один победитель. Почему не может появиться второй и третий? Да может. Все же зависит от вас. Вы же являетесь творцами прямого эфира. Вот как вы посчитаете нужным, так и будет. Захотите оказаться здесь и сейчас, значит окажетесь. Значит я смогу перейти к следующему заданию. Ну а если вы будете откладывать на потом, ой, ну нет, ну надо немножко чего-то подождать. Чего ждать? Так и всю жизнь прождете. Просидите, так сказать, у разбитого корыта. Действуйте в конце концов. Вы сами являетесь творцами своей собственной жизни. Вперед уже, вперед к победе. 0,9,48. Четыре цифры, и вы оказываетесь в прямом эфире. В этом нет ничего сложного. Алгоритм появления достаточно прост. Если вы решились, если вы готовы, я жду вас. Замечательная пирамидка, просто потрясающая, которую вам нужно распутать. Так доведите до конца начатое. Если вы уже пробуете, если вы пытаетесь, но не получилось у вас с одной буквой, да оставьте вы ее в покое. Вы посмотрите, какой ассортимент я вам предлагаю. Здесь 10 букв. Если вы будете пытаться работать с каждой, то рано или поздно методом исключения определите букву, которая приведет вас к победе. Соответственно, помимо 10 букв, здесь еще вариантов туда, куда повернуть. Огромное количество. Вы можете и вверх, и вниз, и вправо, и влево, и по вертикали, и по диагонали. Можете и вертеться хоть, как говорится, хоть на пупе. Главное – двигаться исключительно от буквы к букве. Вот только этому условию вы должны следовать. Больше я от вас ничего и не требую. Так сказать, лайт-вариант специально для праздников. Для тех, кто пребывает в состоянии приятного расслабления и релаксации. Вы можете не вставать со своего дивана, со своего любимого кресла, тахты. Просто набрать короткий номер и оказаться здесь в прямом эфире. 0-9-48. Четыре цифры. Вы в прямом эфире. Распутываете данную пирамидку. Зарабатываете 10 тысяч рублей. И вуаля. Вы счастливый человек, и я могу двигаться дальше. Я отправляюсь к следующему заданию, которое является также не менее денежным. И гораздо более, возможно, даже интересным. Но это мы сможем выяснить только чуть позже. Пока мы пребываем рядом с этой пирамидкой. Я слушаю, что вам удалось распутать. Поделитесь со мной. Алло. А может быть это внук? Внук? Да нет, конечно. Ну вот, мне просто поражает ваша логика. Где буква В находится? Где буква Н? Ну что вас понесло? Опять-таки, вы пошли по легкому пути. Если вы думаете, что путем составления кучи разных вариантов слов вы обязательно угадаете победную версию, то это вообще утопия. Поймите, мы здесь ничего не угадываем, не разгадываем, не составляем. Мы именно находим слово, двигаясь строго по линиям от буквы к букве. Вот об этом вы должны думать и следовать правилам моего задания. Они достаточно просты. Если их вы будете выполнять, вы обязательно станете моим победителем. У меня нет ни тени сомнения в том, что именно вы добьетесь успеха. Я верю в вас и надеюсь на то, что вы будете верить в себя точно так же, как я в вас. Мне кажется, что я даже больше в вас верю, чем вы в себя. Ну, потому что вы бы давно-давно уже здесь оказались в прямом эфире и озвучили мне победную версию. Действуйте! Давайте уже как-то соберемся. 10 тысяч рублей – это достойное вознаграждение для моего второго победителя. Станьте победителем моего интеллектуального шоу «Удачный час» в прямом эфире. Здесь и сейчас. Поймите, что вы можете изменить свой завтрашний день к лучшему, если немножечко поработаете. Помните знаменитую песню «А сегодня что для завтра сделал я?» «А вы что сегодня для завтра сделали?» Вы можете сделать здесь и сейчас, заработать 10 тысяч рублей, если озвучите мне слово, которое найдено. Не надо ничего составлять, не стоит тратить на это свое драгоценное время. Вы должны именно отыскать победный вариант, двигаясь строго от буквы к букве. Самое важное и самое сложное в этом задании – это понять, с чего начать, с какой буквы. Какую букву поставить за главной для того, чтобы прийти в итоге к победному результату. Вот в этом заключается сложность. Но здесь только ваше терпение, я по-другому никак, вам уже ничем не помогу. Если вы поработали с какой-то буквой и понимаете, что она не ведет вас к победе, а привела вообще не слово, а просто набор букв, значит вам нужно либо отправиться в другом направлении, либо отпустить эту букву, оставить в покое и выбрать в качестве заглавной какую-то другую. Если вы работали с гласной, попробуйте выбрать согласную. Если вы, например, работали с согласной твердой, попробуйте выбрать согласную мягкую. Возможно, с мягкой вам как-то будет более комфортно. Пробуйте, совершайте грамотно. Я слушаю вас, пожалуйста. Алло. Мне кажется, победное слово «наука». Наука, к сожалению, оно не является победным, потому что опять-таки вами составленное. Ну, конечно, не знаю, чем уже вам помочь. Очень надеюсь на то, что вы будете благоразумны. Возможно, вы просто опять-таки не слышали правил моего задания. Давайте внимательно посмотрим. Перед вами буквенная пирамидка, которую вам необходимо распутать, двигаясь. Внимание! Строго по линиям. Вы можете двигаться в абсолютно любом направлении. Это может быть вверх, вниз, вправо или влево. Это может быть даже диагональ. Я не запрещаю вам движение. Самое важное, о чем я вас спрошу, это единственное условие. Это двигаться строго от буквы к букве. То есть вы должны слово распутать. Идите от одной буквы ко второй, к третьей, к следующей. Вот так вот, так сказать, ниточка за ниточкой, бусинка за бусинкой. И тянутся наши слова, и получается красивые, буквочки тянутся, и получается красивое слово от первой до последней буквы. Если вам уже удалось отыскать победную версию, если действительно слово найденное от первой до последней, если вы даже последнюю букву не приклеивали, ничего не дофантазировали, значит вы и есть мой победитель. Вам остался последний шаг. Просто оказаться здесь в прямом эфире. А для этого нужно набрать короткий номер 0948. И мне не важно, в какой части нашей великолепной страны вы проживаете. Это может быть Крайний Север, Центральная Сибирь, Урал, Дальний Восток, не знаю, Москва, Подмосковье, Татарстан, Республика Морел, где угодно, любая область. Хоть на Колыме вы живите. Для меня не имеет никакого значения. Для меня не важно, кто вы по профессии. Шахтер, дворник, депутат, учитель, педагог. Мне все равно. Поймите, меня интересуют ваши интеллектуальные способности. Вот за них я готова платить вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Думайте, решайте и оказывайтесь в пространстве прямого эфира. Я жду здесь абсолютно любого человека. Есть единственное ограничение, чтобы вы все-таки достигли совершеннолетия. Потому как, как говорится, для детишек у них там свои игрушки. У нас все-таки интеллектуальное шоу для взрослых. Я слушаю вас. Пожалуйста, говорите в прямом эфире. Алло. Алло, дотрите. Да. Слово «Икра». Ик. Ну вот смотрите, вот уже буквы расположены рядом. Ну вот что произошло? Что за шаг вы сделали от буквы? Как в букве «Р»? Необдуманный шаг, я бы так сказала. Нет. Меня интересует слово «найденное» от первой до последней буквы. Но не нужно разрывать вашу линию. Вы должны двигаться по ней четко. Прямо от буквочки к букве. У вас все обязательно получится. Вы сможете стать моим победителем. Я в этом не сомневаюсь. Я очень рассчитываю на то, что вы будете разумным человеком, который действительно добьется победы. Который действительно добьется того, что станет победителем моего интеллектуального шоу. Вперед к победе. Вас никто и ничто не должно сдерживать. Вы должны быть смелым человеком. Вы должны быть разумным человеком. Так о чем же вы сейчас думаете? О чем вы философствуете? Хватит рассуждать. Нужно глобально производить изменения в своей жизни. Заработайте 10 тысяч рублей своим умом и своим усердием. Именно ваш труд приведет вас к победе. Ваше терпение, ваша настойчивость. Определите букву, с которой вы начнете работать. Какая буква? Вот может быть у вас какая-то буква вызывает особые симпатии. Ну, не знаю, там буква И, например. Какая-то она вот особенная. Или для вас более приятно начинать работать с буквой У. Или с буквой Р. Или буква Э. Кажется вам больше всего подходящей в качестве заглавной для победного варианта. Абсолютно с любой вы можете начинать действовать. Самое важное – двигаться от буквы к букве, никуда не перескакивая. Вот об этом я вас прошу. Если вам удалось отыскать победное слово, и слово действительно найдено от первой до последней буквы, ну и все замечательно, ну и чего ждать, ну о чем думать, уже надо давным-давно здесь оказаться. Ну сколько я могу ждать своего второго победителя? Я очень хочу, чтобы вы заработали здесь в данную секунду времени 10 тысяч рублей, и тогда я смогу двинуться дальше. Но поверьте, сегодня же праздничный день, сегодня Рождество, время подарков и сюрпризов. И вы можете сами сделать себе подарок в данную секунду времени. Не надо надеяться на кого-то. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Вот если вы хотите заработать сами 10 тысяч рублей, так наберите короткий номер 0948 и заработайте в прямом эфире моего интеллектуального шоу «Данное вознаграждение». Решились? Вперед к победе! Вас никто и ничто не должны сдерживать. Вы должны на всех парах двигаться в сторону победы. И вы обязательно достигнете ее. Я уверена в этом на 100%. Я знаю наверняка, что по ту сторону экрана уже есть мой победитель. И где бы вы ни находились, чем бы вы сейчас ни занимались, не сомневайтесь, у вас все получится. Именно вы достойны стать моим победителем. Ну так действуйте! Сколько мне возможно ждать? Неужели вы так до сих пор и не распутали здесь слово? Ну я не верю в это. Я не знаю уже, чем вам помочь. Я уже повысила сумму вашего вознаграждения. Я уже вам, можно сказать, рекомендую поработать то с одной, то с другой буквы. Я это делаю не просто так, потому что я на вашей стороне. Я хочу, чтобы именно вы добились успеха. Чтобы именно у вас все сложилось хорошо. Чтобы вы стали тем самым вторым победителем, которого я так долго жду с нетерпением. Я думаю об этом. 0948 – это короткий номер, который ждет моего победителя. Который вы набираете и оказываетесь в прямом эфире. И во всеуслышание заявляете свой победный вариант. Если вы, например, стеснительный человек, ну и как бы вам не хочется озвучивать, откуда вы, кто вы, вы хотите остаться инкогнито. Это тоже допустимо. Это допустимо. Вы можете просто озвучить мне победную версию и все. Думайте, действуйте. У вас все получится. Вы сможете стать моим победителем. Я верю в вас. Мне очень хочется поверить, что прямо сейчас, в данную секунду времени, ворвется в пространство прямого эфира мой победитель и озвучит мне вариант, который скрывается в данной пирамидке. Что же это может быть за слово? Если вы чего-то ждете, то не нужно ждать подходящего момента. Не нужно. Потому что подходящая минута для того, чтобы заработать 10 тысяч рублей – это данная секунда. Не надо надеяться на то, что через некоторое время вы вот сейчас соберетесь, и вот-вот вы окажетесь. Ну, нужно что-то подождать еще. Еще там вот сейчас пусть кто-нибудь другой, а потом я зачем. Пока вы ждете, этот другой может заработать 10 тысяч рублей. Я слушаю, пожалуйста. Расскажите, какое слово вы распутали. Алло. А у меня слово «кумир». Кумир. Нет. Это не победная версия. Потому что опять начали прыгать. Куда вы скачете? Куда вы прыгаете? Что за буквенный фитнес у нас сегодня? Нет. Давайте соберемся уже как-то вот силу в кулак, волю в узду. Давайте справимся с данным заданием и заработаем 10 тысяч рублей. Действуйте. Я слушаю. Пожалуйста, расскажите ваш вариант. Алло. Алло, это Муравейник. Ну, наконец-то! Муравейник. Конечно же, Муравейник. Как вас зовут мой герой, мой старый победитель? Меня зовут Юлия. Юлия. И откуда вы? Я ее застешила. Именно туда отправляется 10 тысяч рублей. Я поздравляю вас с победой. Ну, а мы переходим к следующему заданию, которое незамедлительно появляется на вашем экране. Мы видим с вами буквенное табло, в котором я спрятала три слова. В котором, если вы назовете мне хотя бы одно из трех слов, то я готова вручить вам 11 тысяч рублей. Почему только одно из трех слов? Потому что если вы мне озвучите сразу же два победных варианта, то сумма вашего вознаграждения, внимание, возрастет еще на тысячи рублей. При условии, что вы в прямом эфире озвучите мне все три победные версии, то я буду рада и увеличу сумму вашего вознаграждения на две тысячи рублей. Вот и получается, что вы сами, реально сами принимаете решение, когда и на сколько вам становиться богаче. Будьте внимательны, набирайте короткий номер 0948, оказывайтесь в пространстве прямого эфира и озвучивайте мне победные варианты. Давайте внимательно вместе посмотрим на данное буквенное табло. Каким образом мы будем искать слова? Я еще раз подчеркиваю, что слова здесь уже есть, они составлены за вас, просто спрятаны в глубине данного табло, спрятаны по принципу змейки. Для того, чтобы отыскать победную версию, точно так же, как и в предыдущем задании, вам нужно определить, какая буква будет заглавной в вашем победном варианте. А вот теперь внимание, если в предыдущем задании я не ограничивала вас в движении, вы могли двигаться в абсолютно любом направлении, только исключительно по линиям, здесь условия несколько изменены. Вы можете двигаться только по принципу змейки, потому что наши слова здесь спрятаны в форме змейки. Каким образом? Они поворачиваются под прямым углом. То есть определили заглавную букву и начинайте от нее двигаться либо вверх, либо вниз, либо вправо, либо влево. Вы можете работать только с вертикалью и с горизонталью, никакой диагонали, потому что по диагонали победного варианта точно не будет. Даже не стоит на это надеяться, это утопия, не следуйте ей. Выбрали букву, начинайте движение. В чем, какой момент еще является важным? Важным является тот момент, что вы должны двигаться от буквы к букве, и слово должно получиться цельным, читаемым. В чем же сложность? Казалось бы, вот я объяснила задание, вроде бы никакой сложности нет. Да, сложность заключается в том, что вам не получится привычным способом прочитать слово слева направо, как вы обычно это делаете. Или, например, по принципу сканворда вверх-вниз. Нет, слово изгибается, то есть поворачивается под прямым углом по принципу змейки. Вот в этом заключается сложность. То есть такая вот геометрическая змейка, игрушка, которая была у многих когда-то в детстве, в советское время, и сейчас она еще продается в детском мире. И ее можно приобрести для своих детей, и поэтому вы должны четко понимать, что слово может поворачиваться под прямым углом. Если вам удалось отыскать слово, соблюдая принцип змейки, хотя бы один из трех вариантов, я надеюсь, что вы будете разумным человеком и уже окажетесь в пространстве прямого эфира, чтобы порадовать меня своим победным вариантом. 0, 9, 48. Именно эти четыре цифры отделяют вас от победы. Действуйте. Решили стать победителем? Не ждите никого и ничего. Не сомневайтесь ни в ком и ни в чем. Ворвитесь в пространство прямого эфира и озвучьте мне ваш победный вариант. 11 тысяч рублей – это достойное вознаграждение для моего первого победителя в данном буквенном табло. Но он уже будет являться, конечно же, третьим. Обратите внимание, что у меня сегодня уже было два победителя, и это прекрасно. Вы можете присоединиться к этому числу. То есть у меня точно нет заданий, с которыми невозможно справиться. С каждым из моих заданий вы можете справиться. Просто действительно с каждым последующим заданием степень сложности его увеличивается. И не так-то просто отыскать в данном буквенном табло хотя бы один из трех победных вариантов. Потому что букв много, глаза разбегаются. Ты не можешь понять точно, с какой буквы тебе начать. И вот здесь задача заключается только лишь в том, чтобы вы постоянно пробовали, постоянно пытались. Определили какую-то букву в качестве заглавной, попробовали, начали совершать от нее движение. Понимаете, что не приходите к победному результату, оставьте ее в покое. Не нужно на ней зацикливаться. Определите какую-то другую букву в качестве победной и совершайте перемещение от нее. И двигаясь от буквы к букве, рано или поздно вы обязательно добьетесь победного результата. Вы сможете стать моим победителем. Я верю в вас. Я очень рассчитываю на то, что здесь в данную секунду времени появится тот самый человек, которого я так долго жду. Я как-то вот вся пребываю в такой надежде на то, что им станете именно вы, надежде на то, что именно вы справитесь с данным буквенным табло. Хотя бы на треть. Не настаиваю на том, чтобы вы искали все три слова сразу. Почему? Потому что это может занять продолжительное количество времени. А пока вы ищете все три слова, ну, может появиться в прямом эфире тот, кто уже, тот, кто будет довольствоваться лишь одним найденным вариантом и озвучит мне его, и 11 тысяч рублей достанутся ему. А зачем? Если вы уже знаете слово, которое здесь скрывается, если оно уже перед вами, мелькнуло перед вашим взором, расскажите мне о нем. Если действительно вам удалось отыскать слово «соблюдая принцип змейки», оно реально найденное, то есть оно вами не составленное, не придуманное, нет, вы действительно нашли его, двигаясь по принципу змейки, значит, вы и есть мой победитель. Пожалуйста, какое слово отыскали вы, расскажите. Здравствуйте, солярка. Солярка. Простите, но я не вижу данного слова «соблюдая принцип змейки». Хорошо, поскольку задание действительно непростое. Я готова пойти вам навстречу и озвучить длину моих слов. Все три слова состоят, внимание, из девяти букв. И еще, что немаловажно, отвечают на вопрос «что». То есть не нужно искать в данном буквенном табло кого-то. Ищите слова, отвечающие на вопрос «что» и состоящие из девяти букв. Но опять же, не нужно относиться к моим высказываниям как к какой-то некой загадке. И сейчас бросаться со всего, так сказать, во всю прыть, составлять. Я слушаю вас. Говорите, пожалуйста. Это слово «хутарянка». «Хутарянка». Давайте внимательно посмотрим, есть ли оно здесь расположенное по принципу змейки. Слово длинное, замечательное, но, к сожалению, оно вами составленное. А зачем? Мы в первом задании составляли слова. Вам нужно было там этим заниматься. А здесь мы все-таки отказываемся от этого. Здесь мы именно ищем. Ищем, соблюдая принцип змейки. Ищите слово, вглядитесь в данное буквенное табло. Выберите, какая буква должна стать заглавной. Определите ее движение. Куда вы пойдете? Вверх, вниз, вправо или влево? Куда вам, куда вашей душе угодно? Куда бы вам хотелось отправиться? И совершайте только обдуманные шаги. Ваши шаги должны привести вас в итоге к победе. Думайте, ищите победный вариант. И именно вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Я надеюсь, что слишком долго мне ждать не придется. Тем более, что сумма вознаграждения более чем достойная. Я вам уже озвучила, что слова я рекомендую вам искать, состоящие из девяти букв и отвечающие на вопрос «что?». Но это не загадка. Не нужно ее разгадывать. Не нужно сейчас бросаться и составлять слова из девяти букв. Нет. Если у вас есть надежда на то, что вы угадаете здесь победную версию, если будете составлять слова, то это неоправданное чувство. Вы должны все-таки не составлять, а искать. Поймите. Если вы тратите большое количество времени на то, чтобы составить слово, так потратите тоже количество времени на его пояс. И вы поступите более разумно, потому что тогда вы точно станете победителем и сможете заработать 11 тысяч рублей. Ну, что толку просто так вот оставаться сторонним наблюдателем, когда у вас есть такая возможность. Сегодня, в этот праздничный день, порадовать себя, своих близких. В конце концов, нужно бороться со своими страхами. Нужно быть смелым человеком. Я уверена, что у вас присутствует храбрость. Действуйте. Я слушаю, что вам удалось отыскать. Может быть, воротник? Воротник. Нет, не может. Слово «длинный» отвечает на вопрос «что?», но опять-таки я не вижу его здесь расположенного по принципу змейки. Я настаиваю на том, чтобы вы искали слова. Для этого вам нужно понять, с какой буквы начать, какая буква должна стать заглавной. Определите ее и начинайте от нее двигаться по принципу змейки. Только в четыре направления. Вы можете двигаться либо вверх, либо вниз, либо вправо, либо влево. Ни в коем случае не совершайте никаких движений по диагонали. Это не приведет вас к победе. Это тупиковый путь, который, в общем-то, ни к чему не приводит, кроме как к разочарованию. Вы должны следовать по принципу змейки. От буквы к букве перемещаться так, чтобы у вас получилось слово «цельное», «читаемое». Оно должно быть понятно всем. То есть это не должно быть набора букв, которые вы отыскали. Нет, это должно быть какое-то конкретное слово, которое отвечает на вопрос «что?» и состоит из девяти букв. Имейте в виду, что для меня не имеет никакого значения, какое из трех слов вы мне озвучите. Неважно. Вы можете озвучить мне и два победных варианта. Тогда сумма вашего вознаграждения увеличится еще на тысячи рублей. Можете озвучить все три победных варианта. Я увеличу сумму вашего вознаграждения на две тысячи рублей. Как хотите, так и действуйте. Но если вы отыскали только одно слово, не надо терять время на поиске остальных слов. Нужно оказаться в прямом эфире, чтобы проверить, действительно ли вы отыскали победный вариант. Потому что пока вы будете пребывать в этой эйфории радости от того, что вы нашли слово, и думать, а, сейчас я найду и второе, и третье, вы можете просто завязнуть и потерять большое количество времени. А тут окажется тот, кто не будет терять драгоценного времени и, в общем-то, будет довольствоваться лишь одним найденным словом, озвучит его в прямом эфире, и тогда данное вознаграждение достанется именно ему. Поэтому вы должны продумывать свой каждый шаг для того, чтобы стать моим победителем. Это все не так-то просто, как кажется на первый взгляд, но абсолютно реально. То есть стать моим победителем в данном интеллектуальном шоу в прямом эфире реально на 100%. Если только вы сами будете этого хотеть. Если у вас есть намерение стать победителем, так действуйте. Если вы намерены отыскать слово в данном буквенном табло, ищите, определите, какая буква должна привести вас к победе. Решите. Возможно, это буква, которая находится в верхней части табло. В середине, внизу, с правого края, с левого края, да где угодно. Самое важное – двигаться, соблюдая принцип змейки. От первой до последней буквы. Вы должны идти напролом. Я вас слушаю. Рассказывайте, какое слово вы отыскали. Алло. Алло. Да. Тут слово «коловорот». Ммм, коловорот. Околоворот, коловорот, коловорот. Да нет здесь никакого коловорота, расположенного по принципу змейки. Думайте, думайте, ищите. Тому, кто действительно найдет хотя бы одно из трех победных слов, я готова вручить как минимум 13 с половиной тысяч рублей. Я вновь увеличила сумму вашего вознаграждения. Обратите внимание, на две с половиной тысячи. И это я сделала намеренно для того, чтобы здесь появился третий победитель. Для того, чтобы как можно скорее мы справились с данным заданием и смогли двинуться дальше. Потому как я приготовила для вас большое количество интересных головоломок. Но зачем же нам засиживаться слишком долго на данном буквенном табло? Давайте уже выясним, кто здесь скрывается. Думайте, действуйте. У вас все получится. Вы обязательно сможете справиться с данным заданием. Вы станете тем самым человеком, которого я так долго жду. Я жду здесь третьего победителя. И я надеюсь на то, что вы будете разумны и появитесь тут как можно скорее. Думайте, действуйте. Определите заглавную букву. Я слушаю, пожалуйста, что вы отыскали. Алло. 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 Да? Вариант мой дровосек. Ну ведь ваше слово составлено, оно найдено частично. Но, к сожалению, за частично найденное слово я не вручу данные вознаграждения. Мне нужно полностью найденное слово от первой до последней буквы. Ищите. У вас обязательно все получится. Будьте более настойчивы. И вот как-то вот, ну, не стоит слишком торопиться. Вам нужно перепроверьте себя. Вы должны быть убеждены в том, что вы отыскали победную версию. Если вы нашли слово частично, а остальные буквы начинаете добавлять, потому что слишком нетерпеливо, и вам уже не терпится оказаться в пространстве прямого эфира, ну да, вы окажетесь, да, вы озвучите свой вариант, но он же не будет победным. Данное вознаграждение достанется только тому, кто отыщет слово от первой до последней буквы, соблюдая принцип змейки. А для этого вам нужно понять, с какой буквы начать, определить, какая буква должна стать заглавной. Определили и начинайте от нее двигаться либо вверх, либо вниз, либо вправо, либо влево. Помните о том, что двигаться по диагонали ни в коем случае не следует. Это не приведет вас к победе. Вас к победе приведет только исключительно движение по принципу змейки. Вверх, вниз, вправо и влево. Никакой диагонали. Это вас не должно интересовать вообще. Думайте, действуйте. Решились стать моим победителем? Станьте им здесь и сейчас. Данную секунду времени. 0,948. Именно эти четыре цифры отделяют вас от победы. Пожалуйста, я очень жду здесь моего победителя. И надеюсь, что слишком долго ждать я его не буду. Если вы действительно решили, если вы действительно отыскали здесь хотя бы одно из трех победных слов, расскажите мне об этом в прямом эфире. Ну не надо от меня таиться. Ну что толку от того, что вы будете рассказывать экрану телевизора своим друзьям, коллегам по работе, домочадцам своим? Вы не станете от этого богаче. И данное вознаграждение в размере 13,5 тысяч рублей останется здесь. Действуйте, пожалуйста, но только разумно. Я уверена, что по ту сторону экрана есть тот самый разумный, эрудированный победитель, который вот-вот поделится со мной победной версией. Он уже нашел слово, которое скрывается в этом буквенном табло. Если это правда, если это так, ну поделитесь же им как можно скорее. Ворвитесь в пространство прямого эфира. Я вас слушаю. Какое слово отыскали вы? Здравствуйте. У вас слово «искусство». Нет у меня этого слова, расположенного по принципу «змейки». Будьте внимательны. Следуйте правилам моего задания. В данном буквенном табло уже есть три составленных слова, которые спрятаны в его глубине. Для того, чтобы вам отыскать хотя бы одно из трех победных вариантов, вам необходимо определить, какая буква должна стать в качестве заглавной. И начинать от нее двигаться исключительно по принципу «змейки». То есть вы можете отправиться либо вверх, либо вниз, либо вправо, либо влево. Вы не должны никуда перепрыгивать, перескакивать. Не делайте этого. Вы должны двигаться по принципу «змейки». Соблюдайте этот принцип. У вас все получится. И озвучьте мне хотя бы одно из трех победных слов. Для меня не имеет никакого значения, какое из трех победных слов прозвучит здесь в прямом эфире. За любое из данных слов я готова вручить вам вознаграждение в размере 13,5 тысяч рублей. Ну а если вы уже отыскали два варианта, прекрасно. Вы можете озвучить их в прямом эфире. Если они будут победными, то сумма вашего вознаграждения возрастет на тысяч рублей. Если все три победных слова прозвучат в прямом эфире, значит, я увеличу сумму вашего вознаграждения на две тысячи рублей. Ну вот видите, вот видите, все в ваших руках. Если вы только сами этого захотите, поймите, я же за вас не могу здесь искать слова. За вас же я не могу озвучивать их в прямом эфире. Вы это должны делать сами. Я и так делаю для вас слишком большую работу. Я здесь нахожусь для того, чтобы вам было максимально комфортно, чтобы вы действительно как можно скорее справились с данным заданием. Я помогаю вам. Я на вашей стороне. Я уже дала вам замечательную направляющую. Я уже вам озвучила, что в данных, в победных вариантах у нас девять букв. Это раз. Плюс отвечает на вопрос, что я вас слушаю и говорите в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Я думаю, это светлячок. Нет. Вы неправильно думаете. Составить здесь можно огромное количество слов. Просто большущие, но не ради этого мы здесь находимся. Если вы считаете, что вы будете составлять слова и рано или поздно вы угадаете победную версию, то это ошибочное суждение. Никогда этого не произойдет. Вы не сможете угадать победных вариантов. Это ошибка. Подумайте еще. Действуйте. У вас обязательно все получится. Вы станете моим победителем. Я верю в вас. Главное, чтобы вы в себе не сомневались. Отбросьте все сомнения и страхи. У вас все получится. Попробуйте. Совершите шаг за шагом. Двигайтесь по принципу змейки. Соблюдайте это правило. И тогда вы станете богаче на 13,5 тысяч рублей. При условии, конечно, что вы мне озвучите один победный вариант. Ну а если вы мне озвучите несколько победных вариантов, замечательно. Сумма вашего вознаграждения еще возрастет. Все же в ваших руках. Как вы решите, так и будет. Вы сами сейчас решаете, насколько вы хотите стать богаче в прямом эфире моего интеллектуального шоу. Как посчитаете нужным, так и будет. Я только являюсь тем самым проводником, который позволяет вам заработать 13,5 тысяч рублей. Я только контролирую, чтобы действительно в прямом эфире прозвучал победный вариант. Не любое составленное слово, а именно слово «найденное». Поймите. Но не надо тратить свое драгоценнейшее время на то, чтобы составлять слова. Будьте более разумны. Именно ищите слово, соблюдая принцип змейки. Определите, какая буква должна стать первой. И начинайте от нее двигаться либо вверх, либо вниз, либо вправо, либо влево. Таким образом, совершая грамотное перемещение от буквы к букве, вы сумеете определить победную версию. Я знаю это. Я в этом уверена. У вас все получится. Вы и есть тот самый победитель, которого я так долго жду. Я, конечно, могу вас ждать бесконечно долго. Но имейте в виду, что мы находимся все-таки в прямом эфире. Поэтому хочется, чтобы вы действовали как можно быстрее. Чтобы вы действовали. Думайте. Я жду вас. Жду. Надеюсь, вы ждать меня не заставите слишком долго. Потому что у меня впереди еще большое количество заданий. Мне не хочется здесь оставаться слишком надолго. Давайте перейдем вперед дальше. Поможете мне в этом? Станьте моим победителем. Станьте победителем моим третьим победителем. Мои все задания, которые появляются здесь на экране, абсолютно решаемые. Можно с ними справиться, если только захотеть. Конечно, если вы сомневаетесь в себе, если вы стеснительный человек, если вы не уверены. Но вы так и останетесь тем самым стеснительным человеком, который никогда здесь не окажется. Я еще раз настаиваю на том, чтобы вы действовали. Если вы решили стать победителем, так станьте им здесь и сейчас. В данную секунду времени. И не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Сегодняшний день максимально подходит для того, чтобы стать для вас победным. Вперед к победе! Вас никто и ничто не должны останавливать. Именно вы должны стать тем самым человеком, которого я так долго жду с нетерпением. Я надеюсь, что слишком долго ждать я вас не буду. Мне очень хочется верить в то, что вы разумный человек, который вот-вот здесь появится. Вот-вот появится в пространстве прямого эфира и порадует меня своим победным вариантом. Какое слово вам удалось отыскать в данном буквенном табло? Что за слово здесь скрывается? Поделитесь со мной вашей версией. Расскажите, громко, во всеуслышании заявите, что за слово здесь скрывается. Я хочу знать ваше мнение. Почему вы мне не позволяете этого сделать? Я уверена, что вы сможете. Я уверена, что вы сумеете отыскать здесь победный вариант. Если будете максимально настойчивы и собраны. Соберитесь, у вас все получится, вы сможете. Вы и никто другой добьетесь победного результата. Вы озвучите мне победный вариант. Думайте, действуйте. Ищите слово, которое скрывается в данном буквенном табло. Хотя бы одно из трех победных. Не настаиваю на том, чтобы вы искали все три победных слова сразу. Меня интересует хотя бы одно найденное. Как только вам удалось справиться с данным заданием, мгновенно оказывайтесь в пространстве прямого эфира, чтобы порадовать меня своим победным вариантом. Думайте, действуйте, совершайте грамотные поступки. У вас все получится. Вы станете моим победителем. Я в этом не сомневаюсь. Я уверена в этом на 100%. Жду вас. А вот вы, пожалуйста, не ждите никого и ничего. Решили стать моим победителем? Станьте здесь и сейчас. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Потому что сегодняшний день, он действительно обмену и возврату не подлежит. Тому, кто найдет и назовет мне любое из трех победных слов в прямом эфире моего интеллектуального шоу, я готова вручить как минимум 15 тысяч рублей. Почему как минимум? Да потому что вы же сами понимаете, что если вы мне озвучите два победных варианта, сумма вашего вознаграждения возрастет еще на тысячу рублей. А если все три победных слова прозвучат в прямом эфире, я буду только этому искренне рада. И ваше вознаграждение я увеличу на две тысячи рублей, поэтому все в ваших руках. Если в ваших руках есть мобильный телефон, вы можете стать моим победителем, которого я так долго жду. Вы можете стать тем самым человеком, который сумеет своим умом, своим усердием повысить свое материальное благосостояние на 15 тысяч рублей. Это достойное вознаграждение для моего третьего победителя. Вы только вдумайтесь, насколько интересными могут стать ваши новогодние праздники. А возможно, вы как раз о чем-то мечтали. Была у вас такая заветная мечта, и вам для ее воплощения не хватает как раз-таки 15 тысяч рублей. Но я могу вам помочь. Я буду этому искренне рада, если я позволю воплотиться в вашей мечте в жизнь. Просто вам нужно решиться оказаться здесь в прямом эфире, чтобы поделиться со мной вашим вариантом. Какое слово вам удалось здесь отыскать? Длинное, короткое. Самое важное, чтобы вы, друзья мои, искали слово, соблюдая принцип змейки. Не перескакивайте, не перепрыгивайте. Вы должны двигаться только в четыре направления. Либо вверх, либо вниз, либо вправо, либо влево. Перемещайтесь от буквы к букве, и вы станете моим победителем. Я уверена в этом на 100%. Я жду вас. Ну, а вы, пожалуйста, не ждите никого и ничего. Решили стать моим победителем? Станьте, я вас слушаю. Алло, вы в прямом эфире. Алло. Да. Нет, это не слово лосось. И оно не является победным. Какое-то другое слово здесь скрывается. Я напоминаю еще раз, что вам нужно работать с каждой буквой. Вариантов здесь предостаточно. И вполне может так статься, что с первого раза вам не удастся отыскать победного слова. И не нужно расстраиваться. Не нужно впадать в уныние, не нужно думать, что у вас никогда не получится, что вы не сможете. Нет, вы обязательно сможете, если вы будете пытаться. 100 дверей закроется, одна точно откроется. Главное пробовать. Поработали с какой-то буквой, например, в верхней части данного табло. Определите в качестве заглавной или победной буквы. Из центральной части, из нижней части. Вариантов много. Пробуйте, работайте с каждой буквой. Шаг за шагом вы обязательно сумеете отыскать победный вариант. Я верю в вас. Я верю, что найдется тот самый человек, которого я так долго жду с нетерпением, который вот-вот должен появиться в пространстве прямого эфира, чтобы порадовать меня своей победной версией. Действуйте. У вас обязательно все получится. Вы сможете. Я на это очень надеюсь. Я надеюсь на это. Надеюсь на то, что здесь ставится победитель. Я вас слушаю. Пожалуйста, вы в прямом эфире говорите алло. Алло, здравствуйте. 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 Нет, это не победная версия, опять-таки вами составленная. Я понимаю, что версия длинная, что вы молодец. Нашли слово, отвечающее на вопрос «что?». Это все замечательно. Но так вы же в том-то и дело, что вы его не отыскали, соблюдая принцип змейки, а составили. Зачем вы тратите на это свое время? Ну, будьте более разумны. Я вам уже и так, и так помогаю уже, всей душой пытаюсь настроить вас на позитивный, правильный лад, чтобы вы именно пробовали, искали слова в данном буквенном табло, не составляли. Не надо. Это не приведет вас к победе. Вы просто тратите свое время даром. Ну, вы оказались в прямом эфире. Я услышала ваш голос. Вы услышали свой голос в телевизоре. Это прекрасно. Это, конечно, тоже такой маленький трэш. Но ведь это не привело вас к победе. Это не добавило вам чувство гордости от того, что вы стали третьим победителем. Нет. Это не изменило ваш статус. Вы так и остаетесь пока, к сожалению, тем самым человеком, который готов стать победителем, но пока им не стал. Думайте, действуйте, ищите слова, соблюдая принцип змейки. Сделайте какую-то букву в качестве главной и совершайте от нее перемещение. Либо вверх, либо вниз, либо вправо, либо влево. Таким образом, чтобы у вас получилось слово. Чи-та-е-м-а-е. Я жду вас. А вот вы, пожалуйста, не ждите никого и ничего. Совершите одно единственное грамотное перемещение, и вы сможете стать моим победителем. Я в этом уверена. Я жду вас. Пожалуйста, не ждите никого и ничего. Не нужно надеяться на то, что кто-то другой здесь окажется. Если вы отыскали хотя бы один вариант ответа, не медлите ни секунды. Я не настаиваю на том, чтобы вы искали все три победных слова. Если есть какой-то вариант, поделитесь им в прямом эфире. И станьте моим победителем. И заработайте 15 тысяч рублей. Это, мне кажется, достойное вознаграждение. Нет, конечно, если вам уже удалось отыскать все три победных слова, то какой смысл их от меня скрывать, если вы в любом случае готовы оказаться в прямом эфире и набрать короткий номер 0948, тогда, безусловно, сумма вашего вознаграждения увеличится на 2000 рублей. Если вы отыскали только одно победное слово, то сумма вашего вознаграждения возрастет всего лишь на 1000. Ну, в общем-то, пробовать и решать вам, насколько становиться богаче. Но самое важное – поторопиться, потому что здесь, как говорится, кто первый, того и тапки. Поэтому давайте как-то вот ускоримся. Я слушаю, пожалуйста, вы в прямом эфире говорите «Алло». Может быть, слово «донорство». «Донорство». Допустимый вариант, но, к сожалению, не победный. Опять-таки, он вами составлен. Я еще раз подчеркиваю, как же мне до вас донести ту важную информацию, чтобы вы все-таки искали слово «соблюдая принцип змейки». Двигайтесь от буквы к букве таким образом, чтобы у вас получилось читаемое слово. И если вам удалось отыскать победный вариант, значит, вы и есть мой победитель. И просто вам нужно оказаться в пространстве прямого эфира, чтобы рассказать мне победную версию. Поделиться со мной, какое слово вам удалось найти. Думайте, действуйте. Я очень хочу, чтобы здесь появился тот самый человек, которого я так долго жду. Я очень надеюсь на это. Вы позволите стать себе победителем? Все в ваших руках. Как вы решите, так и будет. Если вы готовы, чего вы ждете? Если вы готовы стать победителем, я готова вручить вам вознаграждение. Ну, поделитесь им со мной в прямом эфире. Просто расскажите слово, которое здесь скрывается. Хотя бы одно из трех. Я вам дала уже замечательные направляющие. Я вам уже сказала, что мои победные слова отвечают на вопрос, что они состоят из девяти букв. Я уже делаю все для вас, что могу. Поймите, я на вашей стороне. Я заинтересована, чтобы у меня появился третий победитель. И тогда я смогу отправиться дальше, к следующему более интересному заданию. И, кстати, оно будет не менее денежным. Но, опять же, все зависит от вас, когда мне перейти к нему. Это как вы решите, так и будет. Между прочим, у нас остается не так много времени. К сожалению, программа заканчивается. Поэтому, увы и ах, я не смогу перейти уже к следующему заданию. Но я очень надеюсь на то, что с данным заданием мы все-таки успеем справиться. Мне хочется верить в то, что по ту сторону экрана есть тот самый победитель, который отыскал здесь слово «соблюдая принцип змейки». Тот разумный человек, который уже вот-вот должен ворваться в пространство прямого эфира, чтобы порадовать меня своим победным вариантом. 0-9-48. Четыре цифры отделяют вас от победы. Я вас слушаю. Расскажите, что вам удалось найти? Здравствуйте. Я думаю, что здесь слово «состояние». Нет, это не победная версия. Думайте. Давайте с вами договоримся. Постарайтесь все-таки в последние мгновения прямого эфира быть максимально собранными и сосредоточенными. Настройте себя на то, что вы будете искать слова, а не составлять. Переориентируйте себя. Не нужно составлять слова. Это слишком простой путь. Он не приведет вас к победе. Путь к победе тернист и сложен, но он реально досягаем, если вы действительно будете пытаться. Для того, чтобы вам отыскать хотя бы одно из трех победных слов, определите главную букву. Главная буква, она же и будет началом победного слова. И совершайте от нее перемещение, но строго в четыре направления. Либо вверх, либо вниз, либо вправо, либо влево. Ни в коем случае не двигайтесь по диагонали, потому что это к победе вас не приведет. Двигаться нужно только строго. Либо по вертикали, либо по горизонтали. Таким образом, совершая шаг за шагом грамотные действия, вы сможете стать моим победителем. Вы им станете. Я очень на это надеюсь. Я надеюсь на то, что здесь в пространстве прямого эфира появится тот самый человек, которого я так долго жду. Думайте, действуйте. Ну же, где вы? О чем вы сейчас думаете? Думайте, ваши мысли должны быть более собраны. Я жду вас. О чем вы сейчас думаете? Думайте, действуйте. Решили стать моим победителем? Станьте им в данную секунду времени. Где вы? Почему до сих пор у меня не появился третий победитель? Посмотрите, как здорово, как быстро мы справились с первыми двумя заданиями. С первым заданием мы справились достаточно быстро. Если вы помните, это был набор букв. Вот там вы могли отводить душу и составлять какое угодно количество слов. Со вторым заданием было чуть посложнее. Это была буквенная пирамидка, которую, кстати, вы тоже сумели распутать. Но неужели же вы не справитесь с этим заданием? Я в это просто не верю. Я верю, что здесь появится мой победитель. Я в этом уверена. Я надеюсь на это. Я слушаю вас. Пожалуйста, говорите. Вы в прямом эфире. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь можно найти слово-проводник. Но это не является победным вариантом. Нет. Подумайте еще. Здесь нельзя найти, соблюдая принцип змейки данного слова. Я еще раз настаиваю на том, чтобы вы были разумным человеком и именно искали слова, соблюдая принцип змейки. Вам нужно определить, какое слово является победным и начинать двигаться от него. Двигайтесь. Либо вверх, либо вниз, либо вправо, либо влево. Не нарушайте правила моего задания. Будьте внимательными, будьте собранными. У вас обязательно все получится. Вы сможете. Я верю в вас. Я верю, что по ту сторону экрана есть тот самый человек, эрудированный и талантливый, который вот-вот уже должен здесь оказаться. Но подумайте. Но посмотрите внимательно. Определите. Определите, какая буква должна стать первой. И начинайте двигаться от нее по принципу змейки. Не тратьте время на то, чтобы составлять слова. Это утопия, которая не приведет вас к победе. Вы просто кучу времени можете потерять на то, что будете составлять слова. А надеяться на то, что вы путем составления слов угадаете победную версию, но это уж точно никогда не случится. Зачем? Ведь вы же так хорошо справились с первыми двумя заданиями. Вы сможете. Вы сможете. У вас все хорошо. Думайте. У вас все получится. Вы сможете. Не теряйте ни секунды времени. Я очень надеюсь на то, что здесь в данную секунду времени появится мой победитель, который ворвется в пространство прямой эфир. И, в общем-то, вы сможете стать победителем. Думайте. Действуйте. Отыщите слово, которое скрывается по принципу змейки. Как только вы отыщите, вы сразу же станете моим победителем. Просто автоматически. Решились? Действуйте. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Сегодня лучший день для того, чтобы стать богаче. Я уверена, вы сможете. Ну, поверьте же в себя сами. Я в вас верю, значит, у вас все получится. Значит, вы справитесь с данным заданием. Главное поторопиться, потому что мы находимся в рамках прямого эфира. И, к сожалению, время ограничено. К сожалению, через некоторое время мы вынуждены будем, я вынуждена буду с вами попрощаться. Поэтому не нужно откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Поймите, сейчас или никогда. Действуйте. Это лучшая возможность стать вам богаче в данную секунду времени. Вперед к победе. Вас никто и ничто не должны сдерживать и останавливать. Вы должны стать моим победителем. Вы же разобрались с первыми двумя заданиями. В чем проблема? Я слушаю вас. Пожалуйста, рассказывайте мне победное решение. Здравствуйте. Это слово «вопрос». Нет. Я так надеялась на то, что ваше слово будет победным. Ну что ж такое? Давайте будем внимательны. Пожалуйста, будьте настроены исключительно на победу. Сосредоточьтесь. Посмотрите на данное буквенное табло. Где-то здесь скрываются три слова. Я не прошу вас озвучивать все три слова сразу в прямом эфире. Если вам удалось отыскать только одно из трех победных слов, мгновенно набирайте короткий номер 0948 и рассказывайте мне, какое слово вам удалось найти. Нет, безусловно, если вы отыскали уже два слова, конечно, какой смысл вам скрывать их от меня? Тогда вы, оказавшись в прямом эфире, можете озвучить два победных слова. И сумма вашего вознаграждения увеличится на тысячу рублей. Я слушаю вас говорить «Алло». Алло. Да. Слово «чернослив». Ну вы отыскали одно из трех победных слов. Вы молодец. Посмотрите, каким образом оно располагалось в данном буквенном табло. Как вас зовут? Меня зовут Мэри. Откуда вы? Из петушков. В петушке отправляется 15 тысяч рублей. Я вас поздравляю. Желаю вам всего самого доброго. Поздравляю вас с Новым годом, с Рождеством. Желаю вам всего самого доброго. Пусть в ваших семьях будет мир и покой. Удачи вам и счастья. Берегите себя. У вас все получится. До свидания. Удачи. Удачи.